уже нет они именно ушли в сон к морфею ты кстати он тобой владеет да да то есть как бы твой раз твой разум да спрашивает пижаму про пижаму это выбросить привет танечка невероятно красивая спасибо большое и невероятно уставшая пришла домой еще видите не приоделась ничего начала мыть унитаз мне нельзя убирать не свисти то это надолго то есть я хватает одно а потом другое а потом третье каков сон анюта прекрасная вещь спасибо какой сон и кстати эту ночь прям хорошо спала все не время плохо сплю вот у кого какая хотя сказать суббота сегодня воскресенье какое воскресенье на днях хочу сделать пост и сделать такой небольшой анонс кое-какого события чекумен и тут назрела питание чеку я все можно вашу думку я я где ума научиться спаду окрема и в какому видите у нас точно такие руки и проблема на самом деле очень у многих проблема у меня дети принципе изначально спали всегда в кроватке ника вообще с рождения в отдельной комнате я просто бегала к ней дема спал в нашей комнате но в отдельной кроватке я не могу спать с детьми я боюсь придавить из-за этого плохо сплю и считаю что привыкать нежелательно чтобы дети привыкали но когда детки болели всегда конечно спали со мной единственное что я в принципе понимаю когда ребенок только-только вот родился что ему как бы мама необходимо но тогда не сплю я но вопрос не в этом ладно во сколько ника сразу дема отдельно начал спать где-то месяцев 9 но я помню года еще не было я его перенесла книги в комнату она ложилась поздно он в семь он выключался в семь поэтому как бы ему обязательно нужна была отдельная комната как приучила читала сказки и как бы с детьми разговариваю сюда как со взрослыми то есть объясняла что как бы когда он просился спать с родителем я говорила что нет родители спят отдельно детки спят отдельно это так должно быть ну как бы все единственное что когда он только спал когда болел не хочу что дети болели вот как объяснить если уже четыре года то это тот возраст когда надо объяснять, что у каждого своя кроватка, что у родителей своя кроватка, у деда своя кроватка. Надо читать сказки, гладить и как бы потихонечку приучать. Демки читали сказки и обязательно гладила. Он всегда спал с тряпочкой. Он называл ее Тука. Тука. Не Тука, а Тука. И он пеленочка. И он всегда спал с ней, он ее так теребил, теребил и засыпал. Ника спала с мышкой, с мягкой игрушкой. Бедная там мышка, конечно. И когда она потерялась, боже, истерика была. Заменить какую-то игрушку помню, пытались. Нет, ни в какую. Вот, поэтому как бы в обнимку он до сих пор спит с игрушками. То есть, как бы, вот так. Объяснять, разговаривать. Я понимаю, что работает я лынку, в якому стиле, настрив же садковый. Да, настроение уже реально новогоднее. Мы сегодня с Никой зашли в Юск, и я там потерялась на час. Ничего не купила. Во-первых, и даже хорошо, потому что, ну, сейчас не то время для покупок, на самом деле. Хотя я понимаю, что уже по чуть-чуть как бы надо. Вот. Много там классных елочных игрушек, украшений для дома. Мне очень понравились гномы, которые стоят, и я хочу по дому, чтобы стояли гномы. Это так прикольно. Но девочка мне написала, что в Греции они стоили по два с половиной евро, а когда заканчивались праздники, вообще по евро. И я понимаю, что, блин... Поехали в Грецию за гномами. Да, что как бы ты, ну, по факту ты переплачиваешь. Это неприятно. Есть какое-то желание на Алиэкспресс заказать вот то, что я для дома заказала. Хочется еще для улицы вот эти вот фонарики всякие позаказывать. Посмотреть на Алиэкспресс может быть каких-то гномов. Не знаю. Хочется украшений, но тоже не хочется тратить на это много денег. Объясню, почему. Каждый год хочется новых игрушек, новых украшений. Каждый год хочется чего-то нового, а как бы, ну, включается рационализм. Надо, мы сегодня с Никой обсудили, решили, что надо достать елочные игрушки. Еще посмотреть, что у нас есть. Елку хочется, честно, хочу белую. Или какую-то такую, то есть... Ты еще в прошлом году хотела... Да, но та елка, которая у нас, она появилась у нас, когда Нике было два года. То есть представьте, сколько этой елке уже лет. Да, она неплохая, но она надоела. Я хочу другую. Я хочу другую елку. Я хочу все другое. Я хочу в этом доме все другое. Не хочу никаких других вещей, которые были с прошлой жизни. Хочу все новое. Поэтому, не знаю, какая будет елка, но хочется какую-то елку. В каком стиле? Мне понравились очень вьюзки такие, как человечки. Такие девочки, мальчики. Такие вот хочется, наверное, их и как-то все в гномиках. Вот как-то так. Не знаю. Много свечей очень хочется. Прям много свечей. И вьюзки вот эти вот... Как они называются? Фонарики, в которые свечки вставляются. Боже, я хочу фонариков. Ну, они не подсвечники. Они именно фонари, в которые вставляются свечки. Вот. Вот это все хочу. Ань, для тебя режим у детей очень важен. Да. Ника засыпает. Ну, я стараюсь, чтобы засыпала до 12, потому что, ну, как бы вставать в школу надо рано и не высыпается. Тогда появляются свечки под глазами. Вообще, надо в 7 ложиться. Около 10, не позже. Но, блин, не выходит. А Дема ложится стабильно в 9. Он раньше в 7, вот, а сейчас в 9. Он даже, если после 9, он сам говорит, я хочу спать. Ну, то есть, как-то вот так. Да, это важно. Я вообще люблю, когда есть режим. Когда как-то все по полочкам. Но не всегда, потому что есть вещи, которые, ну, короче, все интуитивно. Мне кажется, у вас с Никой такие теплые отношения. Моей дочери 10 лет. Очень часто на ней срываюсь. В основном из-за учебы. Поэтому ругаю себя. Ну, я не идеальная мама, естественно. Как бы я тоже могу сорваться. И могу потом сама себя ругать за то, что там как-то что-то. Я уже сняла с Ника видео, где, в принципе, многие вещи она рассказала. Ну, такие интересные. И мне даже было как бы открытием. Поэтому я до сих пор не смонтировала. Фигу возьми меня блогер, скажу честно. Вот. И что я вам могу сказать? Зависит от характера. Зависит от воспитания. От многих моментов зависит. И да, тут как бы... Если вы будете срываться, она будет закрываться. Живая ёлка пышная в кухне, в студии. Смотрите, живую... Я думала по поводу живой пышной ёлки. Но когда живая ёлка, мне обидно то, что... Ну, как она живая, а потом она умирает. Ну, как-то... С одной стороны, вроде бы да. С другой стороны... Короче, у меня пока ещё внутренняя борьба. Я знаю, что есть, когда выращивают ёлки специально для того, чтобы срезать на Новый год. Но когда их вот поголовно рубят, и потом так же бросают у метро эти ёлки, потому что они уже никому не нужны. И такое количество их... Едешь и думаешь... Ну, короче, не знаю пока. Доброй ночи, рада вас видеть. О, спасибо. Включила эфир. Муж говорит, о, Аня Запорожская. Прикольно. Анютка, у меня подарок для твоей ёлочки. Боже, как приятно. А на улице тут живая ёлка. Самое то. Она у нас была. Но мама её посадила на улице, она прижилась. Потом где-то она или вычитала, или кто-то сказал, что на территории живая ёлка, типа, что-то нехорошо, или к смерти хозяев. И она её присадила на бок дома, и там она не прижилась. Вот. Я не знаю по приметам, но опять же, живая ёлка... Сейчас как бы у меня история головоморочки с этим участком. Я не понимаю, что надо делать. Убирать эту траву надо. А как? Потому что посмотрела по ценам. Короче. Давайте я на ночь не буду расстраиваться. У меня белая ёлка на первом этаже. Она нереальная. На втором зелёная. На улице живая. Вот это круто. Но я почему-то, да, мне хочется какую-то ёлку, какую-то другую, какую-то нестандартную, что-то другое. Потому что то, что было, уже надоело. Столько лет. Да, я тоже такое слышала про ёлку. Хотя я, например, знаю, что вот я сколько лет с детворой ездила, с Никой в основном, когда она маленькая была, мы ездили в Бердянск, в одно и то же место. И у них на территории была ёлка. И она была такая маленькая, а вот последний раз мы прижали, она такая огромная. Ну, то есть, в общем, Ника росла, и ёлка росла вместе с ней. И ничего, всё нормально. Красивая, пышная ёлка там у них стояла. Мне 20 лет. По специальности работать не хочу. Не знаю, как найти своё предназначение. Хочется гореть делом, которое будет для души. Как найти и понять, в какой сфере развиваться? Ну, я вам в этом точно не помогу. Вы сами должны понимать, что вам нравится, чем вам нравится заниматься. Если пока не понимаете и не знаете, тогда пробуйте. Просто пробуйте и понимаете, где вы начинаете гореть. У меня опять живых ёлок на участке тоже. Много читала и боялась. Но всё, слава богу, хорошо. Много лет растёт. Радуюсь. Не верьте в свою вере. Я на самом деле в свою вере это я особо и не верю. Просто тут дело в другом. Насадила же этих туй. А теперь, если убирать участок, то есть траву, и вызывать технику, то их как-то надо обезопасить, потому что ты же к ней будешь вырывать. То есть и вот ёлку сажать. Куда её сажать, если у тебя ещё участок не выровнен? Ну, такое. Ёлки одно расстройство. Понимаешь, что время идёт, смотря как растёт эта ёлка. Я прям уже представляю, как у тебя красиво будет на Новый год. Всё в свечах, огнях. Хотелось бы, да. Потому что купила же этих светильники на окнах. Ну, вовнутрь. Ещё хочу снаружи на забор. Мне кажется, будет красиво. Так, надо найти сейчас. И надо уже заказывать, чтобы приехала, потому что будет ехать месяц. Ехать, наверное, да. Месяц потом. У меня дома ёлка 2,2. Ответственная. Все фоткают. Живую ёлку нельзя садить. Это плохая примета. Мой дедушка вырубал. Жалко так. Я прям представила ёлку. Которую вырубили. Она прям плакала. Да. Не знаю по поводу ёлки. Скорее всего, что это будет не живая, это будет искусственная. Какая, не знаю. Пока не знаю. Пока просто есть желание. И я даже ещё не могу сформировать, как это будет выглядеть в доме, да. Потому что в зале нет мебели. И стоит только стол уличный, да. На который мы кушаем на улице, да. Вот. Поэтому... Не знаю. Диван стоит красный. Ёлку куда ставить? Ну, пока непонятно. Непонятно. Ну, не знаю. Глянем. Как некие процедуры для волос? Ника. Как тебе процедура для волос? Шикарно. Я теперь красивая. Ну, да. До этого ты красивая не была. Волосы теперь такие просто красивые. Ну, вот. Была мы. И мяшки. Да. Здравствуйте. Привет. Рассказали просто, как ухаживать за волосами. Объяснили некоторые моменты. Плюс... Ну, она как бы и пила там некоторые вещи. Некоторые не пила. У неё стоит куча баночек. Она забывает это пить. Проблема такая же, как и у меня. То есть нам с Ника волосы попортила вода с того маленького дома. Здесь чуть-чуть другая ситуация. Потому что в этом доме глубже. Я постоянно забываю. Не как этот... Что? Скважина. Вот. Скважина пробита чуть глубже. Поэтому вода вроде бы как лучше. Но, опять же, надо её сдать на проверку. Посмотреть, какое количество железа там. Потому что у меня даже цвет волос поменялся. Он стал с рыжинкой. А раньше такого не было. И когда мне говорят, Ань, ты покрасилась. Я не красилась. Потому что, блин, эта дурацкая вода. Она мне, ну, как бы чуть меняет цвет. Соответственно, делает волосы тоньше. Я себе такие же серьги купила. Да, они очень классные. Мне нравятся. Анечка, вы каждый день пользуетесь тональным средством? Нет. Я пользуюсь тогда, когда мне надо куда-то. И то не... В основном это не тональное средство, а бибишка. Или просто корректор под глаза. И я точечно могу, например, ну, там, какие-то вещи закрыть. Вот. Не каждый день. Анечка, я, наверное, пропустила. Скажите, каким маслом или сывороткой делаете массаж? А у меня же есть пост на эту тему. И я там полностью расписала всю косметику. И там же есть эта сыворотка. На фотографии я, по-моему, в топике, да, и сбоку держу на подносе эту косметику. Полистайте чуть-чуть ниже, вы увидите этот пост. Там полностью все описано, что за сыворотка и вообще, что она дает. Она, кстати, мне очень нравится. Она такая, как бы, жирненькая. Но жирненькая в формате я имею в виду, что она, по-моему, с витамином С. Она такая кайфовая. Спасибо, да, вернусь к Голиану. Я думаю, понравится она, прикольная. Дети уже заказали подарки к Новому году. Что собираетесь дарить М? Я ему уже сказала, что я подарю ему спортивный костюм сикона. Мне, ну, как бы, ну, понравилось. И еще одну вещь, но я не скажу, потому что вдруг он будет смотреть прямой эфир. А нет, расскажи про свое питание. Такое изящное. По поводу питания. На моем канале «Мама, которая девушка», которую я слегонца забросила. Не слегонца, а забросила. Там очень много было прикольных видео о уходе за собой. И там было видео про мое питание. Там оно даже набрало, по-моему, 50 тысяч просмотров или даже больше. Можно, конечно, повторить и снять заново, потому что есть кое-какие моменты, которые поменялись. И там я говорю в общем, но с прикусами, с такими вещами. Можете глянуть. Но я думаю, что, наверное, пришло время чуть-чуть как бы снять, потому что прошло сколько? Года, наверное, три. Да, с того момента, как я снимала это видео. И кое-что поменялось. Поэтому я, в принципе, предполагаю, да, еще почему я держу свой вес. И с возрастом вес в любом случае будет увеличиваться. Это гормональная такая штука. И тут надо будет уже быть поаккуратнее. Уже не так, как типа я ем все, что хочу и в любое время. Сегодня так много людей было в ТЦ в Киеве. Все хотят нагуляться, а то вдруг карантин начнется опять. Я думаю, наверное, не из-за этого, а потому что выходной день. И начинаются вот эти вот моменты холода, да. Типа, ой, надо то купить, надо шапку купить, надо, например, да, там куртку купить. Наверное, из-за этого. Ну, я так предполагаю. Анюта себя М подарит. Ну, на самом деле, многие женщины, в принципе, я в браке, в своем, вот, я не дарила подарки. Потому что у меня, как бы, мой бывший муж, он и не любил подарки, он говорил о том, что мне ничего не надо. Вот. И, в принципе, как бы я и не дарила. Поэтому, поэтому, да, если так говорила. Ну, я же есть достаточно. Так ты гирлянды, но повесила. Не, еще нет. Нет, это, как он называется, что покажу, кружок. Сейчас. Вот, видите, вот такой вот. Такая, как бы, подсветочка. И гирлянды пока еще не вешала. Так, мне кажется, я вас в рекламе по телеку видела. Да, в двух рекламах могли видеть. Одно средство, это типа флобина от простуды. Но там я, как бы, мама. И там я со спины, и меня не сильно видно. А второе, это реклама унитазов. Инсталляции. Давай так. Ну, подожди, инсталляции, это красиво. А я хотела смешно. Унитазов. Красивых унитазов фирменных. Самый максимальный вес у вас какой был, не считая беременности? Я поправилась, блин, 62 килограмма. А знаете почему? Потому что я ела и ничего не делала. Я лежала. А лежала почему? Я лежала в больнице, и как бы, ну, я ходила, но не двигалась. Да, ну, не двигалась я именно в формате. Не гуляла там, ничего. То есть мне нельзя было, и я только ходила в туалет и ложилась обратно. А и так три месяца. Естественно, я поправилась. Ну, как бы, что мне не во что было одеться, потому что все мои вещи стали маленькие. Да, было такое. У меня даже нет фотографий. Я помню, была одна фотография, которую я сразу же удалила. Она была на телефоне. Меня тогда бывший муж сфотографировал. Я удалила, потому что, ну, это ж капец. Там такое лицо. Да. Я тоже не дарю мужу подарки. У нашей семьи работает только он. Какой смысл дарить на его деньги? Ну, наверное, когда так, вот у меня так было. Поэтому, наверное, я тоже не дарила. Тут сейчас ситуация чуть по-другому, поэтому как бы дарю. Ну, и плюс то, что, ну, когда вы дарите подарок, вы же думаете о человеке, вы что-то подбираете и как бы хотите, чтобы у человека это было, да? Вот. Потому что он сам себе просто этого не купит. Поэтому так. Ну, что-что за его деньги, например, да? Как бы все равно подарить ему будет, мне кажется, приятно. Да, помню, эту лампу тебе брат клепал. Да, это он мне сделал. Ну, очень красиво. Ну, спасибо, Юленька. Спасибо большое. Ксюша, привет. Спасибо вам большое. Так прям здорово, 78 человек. Раньше, конечно, было побольше, но в последнее время, если даже выходишь утром или в обед, то максимум 50-60. Вот. Как-то раньше, не знаю, Инстаграм меня больше показывала, чем сейчас. Как там брат, кстати? Хорошо. Хорошо, как видели, насмеялись. Я приехала, мы были в этом районе, я набрала, говорю, что вы делаете, где вы? Он такой, мы дома, я говорю, ну, мы можем, говорю, заехать на чай. И зашли с Ника, Ника смоталась, я пока в машине была, купила торт. Вот. И мы заехали к ним с тортиком. И он смотался вниз, тоже купил тортик. Ему, короче, два тортика. А потом смотрю, у него, типа, пиво и рыба. Я такая, блин, круто. Он говорит, так давайте я пойду безалкогольную купить. Ну, куплю, я же за рулем была. Я говорю, ну, давай. Я составила ему компанию, и мы с ним выпили пиво с рыбой. А потом я еще и торт съела с чаем, то есть вообще поужинала. Потом посмеялись, поиграли в крокодила. Так. Аню, ты пользовалась уже свечал, которые тебе дарила девушка? Они еще были большими? Которые тебе дарила девушка? Они еще были большими. Зоя, я не поняла, какие свечи, я как поняла, это свечи, да? И какая девушка мне их дарила? Я всеми свечами пользуюсь, которые есть в доме. Я мужу одежду покупаю, ему ничего не надо. Ну, у меня и мне такой. Он, конечно, как бы на себя, наверное, где-то все-таки пожалеет. Но мне нравится, как он одевается. И у меня, например, брат такой, который он себе не купит, пока его не заставишь, наверное. Вот. Но как бы все разные. Мне, например, нравится, когда мужчина красиво одет, хорошо пахнет. Для меня это важно. Мужчины тоже любят подарки. Не все. Потому что у каждого из нас свой язык любви. Есть мужчины, которые подарки, ну так, типа, ну окей. Есть, которые делают вид, что они их не любят. А есть, которые любят и это не скрывают, да. Вот. Но мужчины любят так же все, как и женщины. Просто они по-другому на это реагируют. Вы уже достроили дом? Да. Ремонт теперь доделываем. Лежу, улыбаюсь. Андрюха рядом лежит и говорит. Ты чего улыбаешься? Даже заглянул в экран, глянул, что здесь такого показывают. Вашу маму это-то там показывают. Да, это... Это я. Ваша мама приедет к вам погостить? Да, приедет. Высокий. Есть такая крутая штука. Я вам потом покажу. Ай, я не достаю. А это не надо? Ладно. Так. Высокие цветные не были у тебя в сторис. Высокие цветные просто свечи или в виде девушек, которые последние показывала, да? Да, зажигала уже. Я, правда, половину пораздарила. Но я еще заказала. Привет с Португалии. Я в захвате вид вас и вашей доньки. Дякую. Так приятно. Вот я сегодня еле уговорила мужа купить себе обувь. Нам с дочей все, о себе ничего. Да, кстати, очень много таких мужчин. Ну, это в какой-то степени даже правильно, как бы женщина на то и есть, да, чтобы она контролировала, чтобы у мужчины все было. Потому что, ну, есть мужчины, которые, да, о себе забывают, и как бы женщина должна позаботиться о нем. Мой не любит подарки. Его достаточно поздравить словами, обнять, поцеловать. Да, многие так. Обычно говорят, типа, давай я тебе лучше что-то куплю. Типа того. Да, все любят подарки. Знаете, насколько много разных мнений. Ань, ты ведешь ежедневник, планируешь свой день? Раньше да, а сейчас нет, потому что у меня сейчас нет такого количества загруженности, как было раньше. Раньше я не успевала запомнить все и обязательно что-то вылетало из головы. Сейчас как бы, ну, сейчас у меня все спокойно. Вот. Ань, я пропустила видео. Мама не будет жить с вами в итоге. Маленький дом для нее был. Маленький дом был, ну, вообще строился для других целей. Но потом все как бы переигралось. И как бы, ну, мама приехала. Но потом все-таки жизнь в селе, наверное, не совсем для мамы. Вот. Поэтому, да, уехала. Так. Мечуловик, робот, выглячу не подобаете. А насправде зажди тишите, як дай тына, и зажди тянется. Круто. Да, это здорово. Андрей очень не любит, когда мы дарим друг другу подарки в определенные праздники. Он за внимание и подарки без повода. Ну, это тоже очень здорово. Просто когда есть праздник, ну, как бы, есть тоже определенная такая приятность в этом, когда ты, ну, как бы, подготавливаешься, да, и знаешь, что в этот определенный день, как бы, вы подарками обменяетесь, например. Ну, как, не знаю, кто-то к этому относится спокойно, а кому-то это прям в кайф. Ну, кто-то ждет этих праздников. Я думаю, что это зависит от натуры человека, и это тоже нормально. Вообще все в жизни нормально. Каждый человек должен делать так, как ему нравится. Вот. Это да, я такая. А я люблю подарки. У меня, кстати, даже язык любви был подарки. Потом он, ну, я начала взрослеть, плюс развелась, у меня стали другие приоритеты. И для меня подарки важны, естественно. Но больше важна, как бы, забота, да. Такое проявление, когда ты понимаешь, что о тебе заботятся. Потому что подарки – это тоже, как бы, забота, но, в общем, и внимание, и слова. Все опять из горячей. Хочу все. Заверните все с собой. Так, что вас сподвигло заниматься саморазвитием, женственностью, блогом? Блог получился случайно. Саморазвитие – это пришел какой-то момент, я уже рассказывала, когда Демка родился, и, как бы, ну, я понимала, что, ну, дети растут, но, а я, как бы, где я? Ну, как бы, я пришла к какому-то тупику, к какому-то потолку, и билась головой об него, и не могла понять, куда мне, что мне, как мне. И вот как-то так получилось, что я уехала на Шри-Ланку, и оттуда я поняла, кто я, что я, чего я хочу, и куда я иду. И я начала действовать. Вот. Поэтому как-то вот так вот. Саморазвитием, женственностью. Это такая штука, которая в моем случае, наверное, она внутри, и я ее никак специально не развивала. То есть есть такие вещи, как я уже рассказываю, да, как бы развитие своей Венеры, когда во мне, например, когда я совсем была одна, развелась, и как бы надо было прям капец как зарабатывать, ну, именно понимала, что прям совсем надо, да, включается в тебе такой внутренний мужчина, и в тебе много мужской энергии, и женская уходит на второй план. Это не очень хорошо. Поэтому, когда так происходит, надо ее развивать. Чем? Юбками, украшениями, духами, нарядами, танцами, подружками. То есть как бы не забывать, что ты женщина, а не мужик в юбке даже, да. Поэтому, но в моем случае это просто есть, и я могу это чуть-чуть развить. Вот я уже сказала, чем. Вы говорите, зачем мне трусы на День Святого Николая, а я раз забыла, все трагедия. Класс. Я иногда шучу, что-то, по-моему, я им спросил, что подарить на Новый год, или что-то такое. И, ну, я тоже как бы там как-то ответила, а потом сказала, что я ему хочу подарить очень, типа, полезную и нужную вещь, а не так, как обычно. Я обычно заморачиваюсь, а тут думаю, надо что-то практичное, чтобы он носил. И что-то там... Ну, не помню, как там это... Я просто помню, что мне было весело, потому что я сказала, говорю, пенкой для бритья я уже закупилась. Ну, то есть, шутки вот эти. У нас скиппинка для бритья, знаете, на 23 февраля. Поэтому такая шутка смешная для меня тогда была. Но я не умею шутки шутить, скажу честно. Я не умею анекдот рассказывать. Я люблю... Я люблю чёрный юмор и сарказм. Анечка, посоветуйте, пожалуйста, классный фильм. Вы такая красивая. Спасибо большое. Классный фильм в каком жанре хотите? Господи, какая же от тебя теплота исходит. Боже, как приятно. Спасибо. Вечер добрый. Привет, Сроговыча. Приветик. Тебе обязательно нужно стать психологом. Я голосую за. Мы с Эм уже по этому поводу разговаривали, потому что я им... Я ей тоже об этом говорила. Да, они ко мне тоже говорят, мама. Спасибо. Это поддержка, правда. Я правда вас благодарю. Я действительно этого очень хочу. Есть определённый момент, да. То есть надо начать. Вот как бы мне надо сделать шаг. Хочу стать психологом с 2011 года, представьте. Серьёзно? Да. Когда я тогда попала в больницу, и я подумала о том, что когда я выйду с больницы, я пойду в психологию, что я хочу стать психологом. И я вот сколько времени об этом думаю, и никак им не стану. Ну, видите, я чуть-чуть пробую в блоге это. Но надо именно подучиться. Поэтому хочу. Какое у вас образование, специальность? Я ведущая телепрограмму. Всё правильно говорите. Здравствуйте, Аня. Вы общались, вы обращались к услугам астролога? Что можете сказать? Да, я обращалась. Я люблю астрологию. Я сама пытаюсь с ней чуть-чуть разбираться. Ну, именно как просто самостоятельно, без учителя. Хотя мой астролог, она очень такая женщина, прям, ух, классная. Она занимается астрологией больше 20 лет. Плюс она сама по себе психолог. И она очень такая женщина, прям, мне очень нравится. Такие вещи говорит. То, что надо. Аня, Доминика тоже делает гель-лак или обычный? Она ничего не делает. Как ставишься до выкористания косметики пидлетком? Она у меня ничего не делает, поэтому я спокойно отношусь, потому что она у меня ничего не делает. Боевой раскрас на лице, то я, конечно же, против. Вот, поэтому я за нормальность. Добрый вечер. Привет. Я вижу, ты скучаешь за Эм. Он всегда так будет работать? У меня муж так началась. Пандемия тоже надолго уезжает, но мне тяжело. И я так не хочу. Вот. Ну, у меня просто такая ситуация у нас с ним интересная. Я выложу пост, я расскажу, потому что, наверное, уже пора. Люди многого не знают. Прям очень многого. Я особо не афиширую, но понимаю, что... Прямо прозвучить. Поэтому расскажу, но не в прямом эфире, потому что прямой эфир не все посмотрят, а пост, по крайней мере, хоть сохранится, господи, сговорюсь. Я плюс за психолога. Ой, спасибо большое. Это прям моя поддержка. Я теперь знаю, что, наверное, как бы, раз так говоря, значит, надо. Я хотела написать про психолога. Божай успеху. Дякую. В натальной карте видно ваше предназначение. Да. Общение с людьми. Общение с людьми. И психология. Мне, кстати, когда мы еще не были более, как бы, знакомы хорошо, да, с психологом, с астрологом, когда я обратилась к ней один раз и второй раз, она же, как бы, ну, то есть я пользуюсь ее услугами довольно часто, и, как бы, она меня уже плюс-минус знает. А помню, когда первый раз, она у меня так и спросила, говорит, вы работаете с людьми, потому что... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И он тоже делает себе натальную карту. И мне надо было знать его дату рождения. Я у него спросила, говорю, что я хочу сделать нашу совместимость. Он посмеялся, говорит, ну так, да, если планета будет против. Я говорю, ну не знаю, ну тогда попрем против планеты. Ну типа посмеялись и все. И как бы вот потом второй раз я к ней обратилась, когда нам сделали... Спасибо. По поводу пылесоса очень-очень-очень довольна. Прям очень. Он мега крутой. Он, конечно, объемный, он большой. Но так как ты в доме, у тебя есть где его хранить. И он выполняет как бы функцию пылесоса просто на 100%. Так, по-моему, я на все вопросы ответила. Ребят, я буду закругляться, потому что уже начало 12-го. Мне еще надо всем набрать. Я занимаюсь терологией. Очень обидно, что у многих привязатое отношение к этому. У меня высшее психологическое образование. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень приятно, здорово. Руками стираете? Нет, в машинке 30 градусов. Спасибо за ответ. Мне кажется, что уже никто и не стирает руками. Хотя нет, колготки надо стирать руками, потому что иначе им трыдец. Спокойной ночи, Анюта, была рада тебя увидеть. Да, я тоже попрощалась такая и дальше начала отвечать на вопросы. Ребят Тоже желаю вам всем спокойной ночи Завтра попробую тоже еще выйти Буду стараться выходить каждый день Все, всем спокойной ночи Хорошего вечера